Салют, пипл! С вами Хьюман, и как всегда глоток полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Сегодня мы с вами посмотрим, какую карточку стоит покупать, если мы будем основываться на ее производительности. Также посмотрим на бюджетку или затычку GTX 1630. Ну а потом мы с вами поглядим на работоспособность FSR 2.0 от AMD, как через Unreal Engine 5, так и собственно в Cyberpunk 2077. Так что, чего тянем? Го смотреть, я создал. Ну что, друзья, сегодня я вам предлагаю посмотреть, сколько же должны стоить видеокарточки, если мы будем брать одну характеристику, ее производительность. Ну, грубо говоря, если по меркам, скажем так, игровой индустрии, по FPS. Такая интересная идея родилась как раз-таки у наших с вами IT-коллег из проекта 3D Center. И это, кстати, именно те ребятки, которые все это время, когда был пик майнинга и нереальные цены на видеокарточки, мониторили как раз-таки их стоимость. Это, я уже не знаю, более чем год. В итоге сегодня мы с вами сравним фактические цены на рынке, в частности европейские, потому что там более-менее адекватно и объективно. И смотрим, какой ценой вообще должна быть видеокарточка по факту, если мы берем один параметр, именно ее производительность. А для этого будет применяться индекс 4К от 3D Center. Но, прежде чем мы с вами начнем, во-первых, стоит напомнить, что не просто карты снизились в цене, а снизились хай-энд карты. А на них дроп цен, ну, был чуть ли не самый первый и весьма значительный. Более того, те карты, чей релиз состоялся в 2021 году, ну, цена их откровенно была завышена. То есть со старта RRC, что у NVIDIA, что у AMD, ну, были не шибко приятны пользователю. Однако, пришло время осознать истину, их цены не соответствуют производительности. И вот, по подсчетам 3D Center, которые выбрали RTX 3070 в качестве точки отсчета, большинство топовых моделей NVIDIA завышены и должны стоить намного дешевле. Тем не менее, уже модели среднего и бюджетного уровней из линейки NVIDIA, ну, можно считать недорогими. Особенно модель 3060 Ti, которая предлагает лучшую производительность, чем ее стоимость. Это, кстати, также является причиной того, что многие партнеры попросту не имели на складе 360 Ti в течение многих месяцев. То есть такая ситуация, когда карта оказывается слишком мощной для своей цены, поэтому партнеры и могли продавать ее более дорогие версии GPU. Более того, ситуация на рынке видеокарточек изменилась сейчас настолько, что вроде бы как по слухам или может быть уже даже по подтвержденным данным, NVIDIA перестала производить и поставлять видеокарточку RTX 3080 на 12 гигабайт. И тут логический вопрос, почему? Ну, если мы с вами опираемся на информатора на сливера под ником MegasizeGPU, то, скажем так, ценовая политика RTX 3080 на 12 гиг и RTX 3080 Ti одинаковая. Следовательно, невыгодно продавать. Ну, а с другой стороны, тут как бы есть хитрость, потому что NVIDIA до релиза видеокарточки RTX 3080 на 12 гиг и после релиза ни разу, ни одного раза не подтвердила вообще рекомендуемую розничную цену на данный графический процессор. Поэтому сколько она должна была бы стоить, неведомо никому. Поэтому здесь, в принципе, можно манипулировать. Теперь, что касается карточки RTX 3090, то да, ныне она является одной из самых недорогих карт в этом сравнении. Нет, ну понятно, что фактическая цена 3090 улетает за 1000 баксов, да, там, 1100, а Титанин там вообще и того выше. Но, если рассматривать реальную производительность, то фактическая цена карты должна быть в два раза меньше. Ну, а в 3090 Ti даже более, чем в два. А вот всё, что ниже 3080 Ti, если мы с вами внимательно посмотрим, то становится ясно, что цена, которая рассчитывалась по производительности, в среднем на 10% меньше от фактической. То есть, говоря простым языком, нынешние европейские цены условно завышены, ну, совсем чуть-чуть. Но не зеленью мы с вами едины. У нас есть видеокарточки и от Лизы AMD. Теперь, что касается серии AMD, то есть RX 6000 серии. Тут у нас есть и 6900, и 6800, которые без XT-шки. И они, кажется, достаточно вкусными вариантами, учитывая их производительность. Ну, а завышенные RRC для RDNA 2 на самом деле не так уж и далеки от индекса справедливой цены. Особенно, если мы посмотрим в средней части таблицы. И в итоге, исходя из этого анализа, RX 695 XT должна стоить 735 долларов США. А если мы посмотрим на бюджетный вариант в типе RX 6400, то она должна упасть до уровня в 107 долларов США. Ну, а давайте, ребятки, все-таки будем объективны. Производительность – это не единственный параметр, который как бы и указывает на цену. На ценовую политику. Особенно, если мы с вами рассмотрим видеокарточки high-end профиля. Там 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti. Ну, вы поняли. То там как бы и плата уже, ну, посерьезней. Там нужен и охлад получше, там и компоновка все-таки немножко отличается. И как бы габариты больше. Поэтому сравнивать всего лишь с одним параметром, но не совсем объективно. Однако, дроп цен он должен быть. Причем, вполне вероятно, что и даже на официальном уровне. Потому что ныне запас видеокарточек, что RTX 3000 на серии, что RX 6000 на серии. Плюс на фоне того, что майнинг сейчас сдулся и просел, я имею ввиду уже и вторичный рынок. Их очень много. Этих карт очень много. И новых RTX и RX. И старых поюзанных. А учитывая еще, что скоро, через месяца 3, должны быть уже и анонсы с релизами, по факту, новых видеокарточек и RX и RTX, то есть RX 7000 на серии и RTX 4000 на серии, то тут как бы вот такие складываются странные вопросы. И для любителей скидок игр и софта. На сайте CDK Offers можно купить винду со скидкой. Добавляем в корзину. Вводим промокод HUMAN для доп. скидки. Бум, цена еще ниже на 20%. Оплачиваем через любую удобную систему. Вводим ключ. Пользуемся. Профит. Все ссылочки в описании. Под конец июня, вроде бы, как должна выйти старая бюджетная видеокарточка GTX 1630. Хотя здесь есть как бы маленький нюансик и он очень важный. Вроде бы как старенькая видеокарта GTX 1630, близко к Паскалю. Но нет, там у нас будет графический процессор Тьюринг. И если к слову, то ее мы ждали вообще в конце мая. Но поскольку IT индустрия уже очень сильно похожа на игровую индустрию, то переносы, ну дело уж как бы такое. Ее дважды переносили и в итоге с конца мая мы получаем конец июня. В общем, первый источник в лице форума Chinese Board Channels, он сообщил, что выход карты должен быть четко 28 июня. Причем эта информация следует и от производителей Кауэрфул. Это по инфе, а что касается спецификации, ну я думаю, вам будет интересно знать, потому что не мешало бы в этом небрачном чуде, все-таки может быть развить хоть что-то позитивное. Итак, графический процессор у нас тут должен быть Тью 117-150, на борту которого будет 512 ядеркьюда. Что же касается шины памяти, то она кастрирована до 64 бит. И я напоминаю, если вы вдруг забыли, что в той же старенькой GTX 1650 целых 128 бит. Но вот объем памяти сохраняется, 4 гига в вашем распоряжении. И TDP-шка тут явно будет, ну плюс-минус такой же. Так что 75 ватт, я думаю, наше все. Ну и тут выплывают некоторые моменты. То есть, мы без внешнего разъема питания, скорее всего. И значит, энергопотребление ок. Это хорошо. Но вот для разгона, не, не ок. Ну а по сливам от некоторых китайских ретейлеров, нам в принципе уже ведомо, что карты в пути, а то и приехали. А вот RRC у нее будет 150 баксов. Ну, много это или нет, можете черкнуть в комментариях. Но в принципе мы с вами посмотрели фактическую таблицу от 3D-центра, которой нам все разжевали. Я вам уже не раз говорил за FSR 2.0, я знаю, за его внедрение, как это происходит, какая длительность. Если вдруг промокали, посмотрите здесь. Сегодня мы поговорим немножко о другом. И тем не менее, хоть в принципе внедрение происходит достаточно быстро, так, технологии 2.0 FSR, но этот сутки, суток двое-трое, и пожалуйста, все уже готово в игре. И все же некоторым геймерам хотелось бы, чтобы это происходило еще быстрее или во всяком случае больше игр сразу. И вот как раз таки вроде бы это стало возможным. А все это станет реальностью благодаря недавно выпущенному плагину Unreal Engine. Ну и друзья, будет грешно, если я все же не напомню, что первые внедрения FSR 2.0 в игры начали появляться только-только в прошлом месяце. На данном же этапе времени есть только 4 игры, которые поддерживают эту технологию. А в общей сложности подтверждено, что 20 игр будут поддерживать данную технологию. Но это мы все с вами давным-давно знаем. Однако AMD сейчас нам принесли новенькую, свеженькую и вкусненькую информацию. Для тех, кто не знал, то в средине июня была годовщина FSR 1.0. Да, та самая технология пространственного масштабирования. И вот эта годовщина была отмечена выпуском FSR 2.0. И что самое крутое, с открытым исходным кодом. Так что все разработчики смогут бесплатно внедрить сию технологию во все свои игры и проекты. Ну а сама же FSR 2.0, она основана на современном масштабировании. А это означает, что внедрение FSR 2.0 будет не таким простым, как у его преемника. Но для игр, в которых уже есть векторы движения и другая поддержка временного масштабирования, например, как у DLSS, то реализация занимает дни, а даже ни недели, ни месяцы. Окей, ну а в итоге, как тут данная технология ввяжется с самим движком Unreal Engine? А тут все просто. В Unreal Engine уже есть временное масштабирование. А это означает, что поддержка FSR 2.0 теперь может быть такой же простой, ну как добавление плагина или его дальнейшей оптимизации для игры. В итоге, это кстати важный момент, временное сглаживание является требованием для работы плагина FSR 2.0. А плагин FSR 2.0 имеет встроенную функцию повышения резкости RCAS. А это значит, что в играх, в которых уже реализован AMD FidelityFX CAS, то эту технологию повышения резкости следует предварительно отключить. Более того, для удобства AMD предоставляет подробное руководство, как этого добиться. Причем, независимо от того, будет ли это Unreal версии 4.26.2, 4.27.2 или вообще Unreal Engine 5. Так что AMD FSR 2.0 теперь дополняет плагин NVIDIA DLSS 2.0 для Unreal Engine как 4, так и 5. Что и означает, что теперь разработчики могут выбирать между двумя технологиями или же даже поддерживать обе. Ну что, друзья, а как вам насчет FSR 2.0 в Киберпанке 2077? И тут люди, которые пристально следят за моей деятельностью, скажут, подожди-ка, Хьюман, ты же говорил, что сейчас есть только 4 игры, поддерживающие этот FSR 2.0, и Киберпанк сюда не входит. В чем подвох? Как выяснилось, модернизировать игру поляков удалось легко и просто. А учитывая требования игры и ее так себе оптимизацию, то чтобы нормально поиграть и поиграть красиво, что немаловажно, нужно добротное железо. Следовательно, FSR 2.0 тут нужна как кислород. И вот, пожалуйста, модер под ником PotatoOfDoom1337 нашел способ заменить файлы NVIDIA DLSS 2.0 на FSR 2.0. Но сразу говорю, что Киберпанк уже давненько поддерживает FSR 1.0, и скорее всего это был бы лишь вопрос времени, когда он получит официальную поддержку 2.0. Но тем не менее. В итоге, этот простой мод, который требует замены файлов и изменения реестра Windows, обеспечит вдвое большую частоту кадров для видеокарты GTX 1080. И все это при разрешении 4К. И по словам модера, теперь в игру можно будет играть на таких разрешениях 45 кадров в секунду. Еще раз, друзья, GTX 1080 в 4К, Киберпанк 2077, 45, мать его, FPS. Смекаете? И более того, вот вам визуальное сравнение между FSR 1.0 и 2.0. Все это в сбалансированном режиме, и что сразу видно, это качество изображения, которое, да, однозначно улучшило. Ну а на сегодня, ребятки, у меня для вас все, с вами как всегда был Химон, и как всегда, кайфовой вам игры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!